Дорогие мои друзья, всем большой привет! Вы на канале Вязание и я, меня зовут Юлия. Если я расположилась на диване, значит мы будем или болтать, или смотреть подарки, или будет еще что-то в этом роде. Я ничего не покажу вам из вязания, мои дорогие друзья, потому что у меня нет никаких продвижений вообще. Все, что я вам показала, на том я и остановилась. Я ничего не начинала, я ничего не продвигала, и причиной тому мое нездоровое состояние. Захватила я конкретно, углубляться не буду, но могу сказать, что все бока я уже отлежала. Бойтесь своих желаний, как говорится. Юля хотела отдохнуть, распишите, получите. Ложитесь и отдыхайте. Вот уже неделю я отдыхаю, отдыхаю, друзья, устала отдыхать. Но мне девчата прислали волшебную пилюлю к 8 марта. Вот сейчас я как пилюлю эту приму и сразу выздоровлю. Ведь у нас что нужно для здоровья? В первую очередь это положительные эмоции, правильно? Друзья, я получила два подарка от моих вязальных и околовязальных подруг. Первый подарок от Леночки Орловой. Лена, спасибо тебе огромное. Вот я сейчас знаю, что ты мне обеспечила фронт работы, наверное, и на лето, и на осень, и на все. Был огромный короб, я его распаковала, выложила все, но я не знаю, что там. Поэтому предлагаю вам смотреть. Первая, это вот такая вот коробка, достаточно тяжелая, я вам скажу, линия пью. Но сразу понятно, да, что здесь будет пряжа. Лана Гросса. Открываем и смотрим. Вау, вау, вау. Друзья, класс. Компания Ланг, Лино. Вот такие оттенки, просто бомба. Друзья, давайте посмотрим, какая она приятная. Значит, что это такое? Ланг, Ярнс, Лина. Вот этот цвет, если кого-то заинтересует, 52-53. Так, 50 грамм, 110 метров. Достаточно толстенькая, правда, 220 на 100. Да. Какие спицы рекомендованы? 4,5-5, соглашусь. А что в составе? Я, друзья, первый раз вообще в руках такую пряжу дежу. Стопроцентный лен. А я думала, здесь лен с вискозой как минимум. Мягкая. Значит, здесь шнурковая грудка. Но при этом шнурочек плоский. Слушайте, прикольно. Лен чувствуется, но я думала, что здесь смесовка будет со льном. Она достаточно мягкая. Слушайте, кто работал такой пряжей, признавайтесь. Пишите, что она из себя представляет. Ну, очень классная, видите, да? И вот такой оттенок. Три, шесть, семь, восемь вот таких. Леночка, ну тут обалдеть. И светло-серый. Гляньте, как классно все это сочетается, да, между собой. Это ж можно в двух цветах связать что-то. К лету такое классное какое-нибудь. У меня, если честно, еще даже мысли нет на летние изделия. Вы себе представляете? Я уже всегда в это время, март месяц на носу, я вяжу демисезон. И уже конец апреля я вяжу летние изделия. Но у меня по планам, как минимум, еще два теплых демисезон у меня точно пролетает. Еще у меня кимоно, там работы, мама не горюй с ним. Мелкой, кропотливой, долгой. Поэтому надо, короче, уже задумываться над летними изделиями. Правда ведь? Что ж мы себя не порадуем? Я в прошлом году, ну я в прошлом году связала три летних изделия. Это рыжик, который мне теперь невероятно велик. Это Моника и красное, но это парадно-выходное изделие, манго, которое я не надену на повседневочку. Вот. Ну и, короче говоря, все, я голая опять. Голая, бусая, нищая вообще. Вот Леночка не дает мне с голоду умереть, чтобы я себе какую-то красоту усвояла. Значит, а этот цвет, друзья, 2776. Ну, это вот, знаете, светло-серый, классика, классика жанра. Ну, очень классное сочетание. Очень классное. Супер. Я, в общем, друзья, богачка. У меня льна, мама не горюй. Короче, я что-то службу завалила и ничего себе не вяжу. Это ж не обязательно лето. Это действительно, может быть, и демисезон. Надо что-то придумать и продумать. Если вы работали такой пряжей, друзья, пожалуйста, напишите, что вязали ей. Мне очень интересно, на какой сезон вязали. Ну, Лен, это, конечно, это находка для лета, особенно для южного лета. Прямо, прямо что-то я это самая. Надо что-то придумать. Класс. Лена, Лена, ты меня уже, это, почти оздоровела я. Ой, давай, 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 давай. Что? Фрея! Все, трендец, девочки, Фрея, Лена, спасибо тебе огромное. Ну, я думаю, извините за эмоции, да? Девчата, это же просто, это просто сказка. Посмотрите, какие цвета. Вы поняли, да? Вы поняли, что такое Фрея? Это мое поло Фрея. Это, которое я распускала, это шапка, которому я не могла дать ума. Ну, не то, чтобы дать ума, да? Пряжа такая, как получается литое полотно, где даже петель не видно. Пряжа очень сложная в работе, но я в нее влюблена. Лен, ответ, девчата, посмотрите. Ну, посмотрите, какая прелесть. Боже мой, боже мой, какой-то калейдоскоп, мозаика. Я не знаю, это просто, это просто кайф. Леночка в прошлый раз объединила эту ниточку с пайетками. И связала, что-то про фигурное катание было, название такое. И у Леночки то козы с баянами, то... Короче, я не вспомню. Но она объединила, там на хлопковой основе микропайетки были. И пряжа ведет себя просто, она говорит, вообще классно. Нет такой усадки, то есть она более предсказуемая. И я хочу, Лен, я обязательно найду ей подмод. Мне кажется, у меня даже что-то где-то есть вот в таких оттенках. Сюда или ниточку хлопка. Или той же ниточку лидии добавить, чтобы для стабилизации полотна. Или ниточку мериноса добавить тоненького. Слушайте, я вот смотрю на свои стеллажи, но у меня так много всевозможных оттенков. И у меня все как бы одно за другим стоит. Я даже, я не знаю, я сейчас не вспомню, есть у меня такой оттенок или нет. Наверное, у меня он в работе где-то есть. Короче, девчата, посмотрите, это же прелесть. Какой цвет я возьму на подмод? Друзья, конечно же, вот такой вот. Вот, кстати, смотрите, пряжа не дешевая, да? Но вот иногда встречается вот узелок, видите? Это не брак, друзья. Это не брак. Я не считаю это браком. Эти узелки, они есть в любой пряже. Турция, Италия, Перу, в любой пряже. Редко, когда попадаются сейчас артикулы без узелков. Ну, не вижу в этом ничего критичного совершенно. Я раньше расстраивалась, честно говорю, по поводу этих узелков. Думаю, ну вот, пряжа небюджетная, пряжа там с таким элитным составом. Там 25-граммовые, например, моточки или 50-граммовые моточки. Они бабах с узлами идут. А потом, вот вы знаете, чем больше я работаю от подобного рода пряжей, дорогущей, элитной, да, благодаря Лени Аровой, благодаря вообще всем моим дарителям, тем больше я закрываю на это глаза. Я уже, как бы, не воспринимаю это так остро, как воспринимала раньше. Я считаю, что это норма. Ну, так бывает. Лен, посмотрите, здесь и коралловые вкрапления. И цвет я, конечно, возьму основу. Это основы, это глубокий голубой оттенок. Обязательно, Лен, я обязательно чего-нибудь к следующему сезону сотворю. Пола я сотворила, я еще обязательно чего-нибудь сотворю. И пряжа, девчата, настолько самодостаточная, настолько она... Там не надо лепить никаких узоров, там полотно такое шикарное. И вот единственный момент, у меня даже сейчас пола, да, вот я его ношу очень часто. Я скажу, что это для меня, наверное, вторая кожа, я из него просто не вылазью. Теплое, приятное, легкое изделие получается, по весу легкое. И оно настолько приятное, его снимать не хочется. Естественно, у меня уже было несколько стирок. Рукав у меня подсел. Длина у меня была там с небольшим припуском. Я специально делала, я думаю, ну, примерно как твиды, да, ведут себя. Они просто лежат в шкафу и подсаживаются. Вот, я думаю, здесь, наверное, пойдет такая песня. Рукавчик немножечко подсел у меня. То есть он стал короче, чем я изначально его вот таким вязала. Сейчас он у меня, ну, длина стандартная, там ничего критичного нет. И я его отпариваю. Я его после стирки, оно уменьшается в размере, я его отпариваю с изнаночной стороны. Прямо вот прикасаясь утюгом, уже я уже смелая стала, прикасаясь утюгом к вязаному полотну. С ним ничего не происходит. Оно приобретает первоначальные размеры, все отлично. Но вот в этот раз я хочу попробовать именно с подмотом. Обязательно найду подмот такого оттенка, основного, глубокого голубого. И что-нибудь сотворю. Супер. Лен, огромное-огромное спасибо. Довольная как слон. И здесь опять 10 мотков. Боже. А это значит, что это полноценное изделие плюс шапка. Шапка теплющая. Я вязала шапку двойную. Ну, правда, туда я добавляла еще подмот кашемиров с пушеного. Теплющая, непродуваемая, вообще просто бесподобная. Представляете, сколько богачества? Класс, класс, класс. Тут еще, друзья, целый пакет огромный. Вау! Это то, что... Друзья, тут, короче, один и тот же артикул. Хасигава, е-мое! Хасигава, японская пряжа. Это как Оля говорит, жевали-жевали и выплюнули, да? Так, друзья, тут, короче, смотрим. Какая она мягкая! Что это такое? Сейчас посмотрим. Вот такая вот грудка. Мне всегда сложно понять, как ее применить. Но это заставляет думать, видите, да? Здесь как на какую-то тончайшую нить. Как будто что-то вокруг вот так вот. И как будто проглажено сверху утюгом. Так, что это такое? Шелк вижу. Так, подождите. Здесь ни слова по-русски нет. Девочки, это стопроцентный шелк. Обалдеть. Так, 25 грамм, 100 метров. 25-граммовые моточки по 100 метров. Значит, у меня вот такого, Лена, прислала цвет. Слушайте, бесподобный. Я не знаю название цветов, где, что, как. Смотрите, если кому-то надо. Камера его сейчас передает. Цвета... Как цвет называется? Подождите. Как это? Бля. Это что вообще? От температуры мозги сплавились, да, получается? Цвет марсала. Камера его передает цвета марсала. На самом деле нет. Я скажу, что это настоящий малиновый оттенок. Вот прям как малина растет на ветке. Обалденный. Просто обалденный оттенок. И он такой, знаете, не яркий. Вот мне такие обычные оттенки, они меня старят. Но этот нет. Этот... Он более розовый, чем видите его вы. И он прямо классно смотрится. Очень нравится. Королевский синий. Обалдеть. Сейчас я пошуршу, друзья. Мы сейчас рассмотрим с вами. Это просто... Это нечто. Это нечто. Представляете? Это стопроцентный шел. Таким еще я не работала. Я даже не знаю, с чем его едят. Его надо лишь с чем-то на подмод. Или вязать его как самостоятельное. Я не знаю. Я вообще не представляю просто. Посмотрите. Этот цвет как есть, так и есть. Королевский синий оттенок. Обалденный. Просто обалденный. Или можно его назвать, знаете, даже не королевский синий. Скорее Василек. Скорее Василек. Такой вот оттенок. Это еще не все. Елена мне по пять мотков. Пять. Так, вот таких вот. Таких два, четыре. Значит, малины пять. Василька пять. Ну, тут просто, ну, я не знаю. Короче говоря, я вообще, я уже все. Я вся потерялась. Смотрите, я аж чесаться начинаю. Смотрите. Самый позитивный оттенок. Мой самый любимый оттенок. Болотный оттенок. Вообще просто кайф. Это я не знаю, девочки. Это таких четыре у меня моточка. И вот такой бежевый, я бы сказала, даже не бежевый, а жемчужный оттенок. Их сочетать между собой вообще огнище. Просто я не знаю. Таких тоже четыре моточка. Это, слушайте, еще раз, 25 грамм, 100 метров. Какой же здесь интересный размер инструмента. Я не вижу каких-то рекомендаций производителя. Надо пробовать. Надо пробовать. И придумывать, что с чем. Я просто, знаете, что боюсь? Он же шелк, он же цепкий. Вот даже вот так вот сейчас. Вот руки у меня не обработаны скрабом. И вот даже вот его сейчас прикасаешься, а он тянется. Он тянется за пальцем. Если вот так вот прогладить, вот смотрите, здесь как пушочек такой выбивается. Видите, вот. Видно вам? Вот. Это вот шелк. И мне кажется, если вязать его без подмота, то есть огромный риск получить катышки на изделии очень быстро. Как я попала со шнурковым шелком стопроцентным. И мне Лена потом сказала, Юль, надо было его вязать с подмотом. Говорит, взяла бы какую-нибудь тонкую нитку хлопка и с подмотом, говорит, это было бы идеально. И я абсолютно полностью согласна, потому что вот здесь, тем более здесь такая фактурная крутка. И мне кажется, изделие можно просто после стирки не узнать. Я думаю, что имеет место быть вероятность образования очень сильного пилинга. Ну, надо смотреть, надо пробовать. Вот, друзья, я к такой пряже всегда прикасаться боюсь, честно. Потому что я не знаю, как. Надо, во-первых, связать образец, да, и посмотреть, что он из себя представляет вообще. А дальше уже, исходя из того, что ты получаешь, думать. Ну, это просто супер. Лен, я не знаю, это просто богатство нереальное. Это, ну, спасибо тебе, моя дорогая. Спасибо. Это, я не знаю, у меня дар речи пропадает вечно после твоих подарков. Потом я перестаю спокойно спать, они не сняться. Друзья, я можно сразу приберу, потому что это же драгоценности, и их бросать нельзя. Их просто нельзя бросать. Так, и вот так. Вы думаете, это все? Сейчас, подождите, я дотянусь, а то у меня на диване я отставила в сторону. Нет. Вот это мне просто необходимо. Я повешу с обратной стороны в мастерской на ручку дверей, чтобы никто ко мне не заходил. Ни коты, ни дети, ни мужья. Не беспокоить. Я вяжу. Я вяжу, просьба не беспокоить. Это просто супер. Девчата, это класс такой, я не знаю. Вообще, ну, надо же было от такого додуматься, да. Ну, приятно, здорово, тем более, когда есть отдельная мастерская, ну, это просто кайф вообще. Это вот такой позитивчик. Супер. Я видела, как Лена покупала в магазине вот такие, как их называют? Я не знаю, как они правильно называются. Уже у Оли первая такое увидела, у меня такая есть. Ну, супер, очень позитивно, классно. Я очень довольна, что у меня такая штука появилась. Дальше. Ну, как вы понимаете, да, здесь вот пошли коробочки. Начнем с большого. Начнем с большого. С замиранием сердца. Матери Божья. Девочки, так нельзя, понимаете? Вот так. Посмотрите. Серж Карно. Короче, это вот такой кулон на шнурочке. Посмотрите, какая прелесть. Прелесть. Здесь есть, я предполагаю, что это ручная работа, может быть. Или, может быть, бренд, я не знаю, Серж Карно или Сарно. В зависимости от того, наверное, кто по национальности, как читать правильно, я не знаю. Смотрите, это просто прелесть. Это просто нереально. Какая нежность, да? Летом с каким-нибудь топом голубого оттенка или того же рыжего оттенка. Это просто вообще класс. Коротенький шнурочек. Если прикинуть, вот так вот, да? Насколько будет. Ой, тут какая-то еще застежка новомодная. Вот, представляете? Супер. Просто класс. И оно как будто керамика. Видите? Ну, стразы здесь невероятные. Как будто стразы Сваровские. Так они переливаются, так они блестят. Это вообще очень красиво. Очень красиво, очень винтажно, вот на первый взгляд. Ну, невероятно, невероятно красота. Ой, мамочка, ой, мамочка. Ой, вообще какая прелесть. Девочки, посмотрите на это. Ну, это же просто класс. Я не знаю, я обалдею. А что это? Интересно, что это за материал? Так, здесь Париж. Париж. Я так понимаю, это не ручная работа, но... Интересно. Пластик. Ну, легкая, легкая. Ну, красивая. Посмотрите, какая оригинальная. Лена вечно найдет какую-нибудь красотень. Классно, что легкая. Очень классно, потому что навязанные изделия, да? Когда мы надеваем тяжелые оброшки, на каждое изделие наденется. Супер. Красота. Класс. Девочки, я не могу, я не могу. У меня аж руки трясутся. Посмотрите просто на это чудо. Это кто? Интересно. Кто автор? Интересно. Женечка Ворона? Если не Женечка, то прошу прощения с обозванием другого мастера, да? Посмотрите, какая это прекрасная муха. Я не могу. Балдею. Балдею. Девчата, посмотрите. А вот это вот, вот это вот все. Это все мелкие баетки. Посмотрите. Это ювелирная работа. Просто ювелирная. Правда, аж руки дрожат. А цвет какой красивый. Боже мой, ну это просто прелесть. Я не знаю, девчата, это просто прелесть. Я балдею. Ой, это ладно. Мама. Девчата, смотрите. Что тут написано? Девчата, я боюсь ошибиться с произнесением. Назарова или не Назарова? Нет. Девчата, ну это, во-первых, давайте посмотрим. Это же и было. Это чудо. Это чудо нереальное, невероятное. Это просто, не знаю. Это просто какой-то кайф нереальный. Я не знаю, девочки, это вообще не передать. Она еще и с брошкой. Посмотрите. Развивающийся платок на ветру, да? Я не могу. Но здесь есть автор. Я сейчас открою брошечку. Хирозова. Я боюсь ошибиться. Смотрите, пожалуйста. Вот он, автор. Это просто класс. Это просто класс. Я не знаю. Лосины. Вообще кайф. Я вообще просто балдею. Да что такое? Не подхвачу никак застежечку. Это, смотрите, туфли на каблуках. Все как положено, мадам. Это сумочка. Сумочка, кстати, кожа. Супер просто. Просто нереальное что-то. Ой, девчата, я не знаю. Так. Вот такой цветок. Бархат. Основа бархат. Бисер. Красота. 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 И вот инициал С. Это однозначно ручная работа, но, к сожалению, автора я не знаю. Дай бог всем мастерам здоровья крепкого. Рукам, глазам, спине, всему. Представляете? Красота. Очень красиво. Девочки, я не знаю. Я просто не знаю. Понимаете? Это у меня уже четвертая коллекция. Это на лето, друзья. Это такой кайф. Образ, вообще, вот настолько дополняет какой-то образ. А оттенки белый, красный, это вообще мое-мое. Это бесконечно маки. Какая тонкая работа. Красивая работа. Невероятно. Просто невероятно. Замочек. Ладно, я не буду сейчас с замочками играться. Мягенький. Чем-то наполненный. Я не знаю, плетеное это или вышитое. Я в этом не понимаю совершенно ничего. Я совершенно не мастер. Но это заслуживает отдельного внимания, отдельного уважения к этой работе. Это просто невероятное что-то. Господи, я не знаю. И тут еще, боже мой, что же это такое? Ой, боже мой, что же это такое? Это колье, я так понимаю, да? Это просто нереально. Это какая красота. Девочки мои, какая это красота. Ну, я так подозреваю, что это может быть по-разному, да? Боже мой. Как он, колючка этого верблюжия, как она правильно называется? Я забыла. Ой, слушайте, это вообще невероятно. И цвет, видите? Я подозреваю, что это кожа. Да, это кожа, друзья. И, глядя, как называются эти товарищи? Сейчас я выключу камеру и вспомню. Бля, вообще, я забыла. Ну, посмотрите, какая это прелесть. Вообще, я не знаю. Такой кайф. Такой кайф вообще. Класс. Я вообще в восторге. Лена, это сокровище. Сокровище. Это, я не знаю, товарищи, я вообще в шоке. Тут еще есть такой маленький чехольчик. А, это не чехольчик. Это, скорее всего, сумка. Ну-ка, ну-ка, шоппер. Я угадала? Что я не соображу, как это делается. Да, я угадала. Посмотрите. Очень удобно, да? В дамскую сумочку маленький такой положил. Размер. Раз, зашел куда-то в магазин, что-то нужно прикупить, и у тебя сумочка с собой всегда. У меня такая сумочка, даже ткань такая была, у моей бабушки. Только вот этот вот чехол, куда она помещалась, был чуть-чуть побольше, и с одной стороны был дерматин, а с другой стороны была ткань. Я еще была маленькая, я все время хотела отобрать у нее эту сумочку. А она мне не отдавала. Я думаю, мне кажется, даже где-то у тети моей до сих пор есть эта сумка. Класс. Котики. Здорово. Лен, я вообще, я в восторге. Просто в восторге. Такой шикарный подарок. Так, сумочку я соберу потом. Дальше, друзья. Это мы с вами рассмотрели подарки Лены Орловой. Дело в том, что когда у нас начался конкурс «Свяжем вместе позитив», благодаря этому конкурсу Лена Орлова познакомила меня с Евгением Вороной. У нас есть контакты, мы начали общаться с Евгением Вороной. Очень приятная женщина. Евгения Ворона, вы знаете, это мастер брошей ручной работы, украшений ручной работы. У меня много изделий. Опять же, благодаря Лене Орловой Лена очень много приобретает. У Евгении есть свой телеграм-канал. У нее работы настолько феерично выполненные, ювелирно, мастерски выполненные. Более того, мы вот общались. Я видела уже подарок. Он у меня уже открыт, потому что я не удержалась. Друзья, я вам сейчас покажу все и параллельно расскажу. Вот получаю я, значит, вот такой, это транспортная упаковка. Все, да? А здесь вот так вот, с большой любовью, вот такая упаковка идет. Евгения Ворона. У нее авторская упаковочка. Смотрите. Та-дам! Это снегирь. Это просто красота с мехом. Снегирь с мехом. И Евгения, когда отправила мне этот подарок, она мне сказала, Юль, там хрупкая, мало ли, может быть, что-то при транспортировке помнется. Можно смело отпаривать. Говорит, можно попадать смело в дождь, в снег. Ну, например, если это где-то на воротнике, на верхней одежде, да, вот такой вот снегирь. Это волшебство. И говорит, не бойся, ничего, только феном не суши. А так высохнет и будет, как новенький. Говорит, береги от котов. Коты очень любят. Женя, я знаю, у меня тоже коты очень любят все броши. Они, кто вперед на перегонки, бежит к коробочкам. То ли я котов обгоню, то ли они меня. Вот такая вот прелесть. Я вам сейчас прочту. Здесь Евгения написала. Все это вот так выглядит. Все везде. Здесь тоже Евгения Ворона. Везде есть имя мастера. Брошь снегирь. В работе мраморный бархат, натуральный мех кролика, хрустальные и стеклянные бусины, чешский, богемский и японский бисер. Представляете? И пожелание, чтобы на удачу, на хорошее настроение мне вот эта брошка. Евгения, огромное спасибо. Когда начался наш конкурс, когда у нас появлялись спонсоры, еще до того, как начался спонсоры, от Евгении Вороны был вот такой вот снегирь. И получается, я получила вне конкурса напрямую подарок от Евгении. Евгения, огромнейшее спасибо. Я могла о нем только мечтать. Что я могу сказать? Это просто прелесть. Вы знаете мою слабость к снегирям. Мне очень нравится эта птица, которую я никогда не видела вживую. Но вы, зрители, тоже присылали фотографии у вас, у кого живут эти птицы. Это, конечно, очень красиво. Смотрите, ну прелесть невероятная. Евгения, огромное-огромное спасибо. Я говорю, буду беречь, она только носи. Не в шкаф. Береги, но не в шкаф. Я говорю, хорошо. Вот. Я все назад отправлю. Отправлю обратно. Коробочку. Дальше. Ну, понятно, да? Все мы девочки. И Евгения меня решила порадовать еще косметической продукцией. Я, правда, понятия не имею, что это такое. Но разберемся. Не знаю, девочки, не знаю, что это такое. Переведем, разберемся. Дальше. Вот, вижу какой-то гель. Вижу какой-то гель. Вот такой вот. Еще. Ой, приятно. Так вообще. Что женщине для счастья надо? Пряжа, украшения и вот такие приколюхи. Все, она счастливая. Так, вот это тоже что-то. Essence. Не знаю. Саем. Хорошая компания. Саем. Токарея. Это тоже самое. Саем. Это вот такая гиалуроновая маска. Тканевая. На лицо. С частицами золота, скорее всего. Спасибо большущее. И вот такой, я долго понимала, что это такое. Это крем. Да, тут где-то я вычитала. Да, вот я вычитала. Здесь написано крем. Всегда нужно. Этот крем остается у меня в мастерской. Как раз для работы с шелком. Сначала скраб, потом крем, потом шелк. Ленин подарок в руки. Ну, спасибо большущее, что, ну, я не знаю. Я не знаю, девчата, как вас благодарить. Вы, ваша щедрость, ваше внимание, ваша доброта, она просто зашкаливает. Огромнейшее спасибо. И здесь еще мешочек. А в мешочке кожушочек. Девочки, посмотрите. Маркеры. У меня, у меня никогда не было вот таких маркеров. Это первые у меня в коллекции моей. У меня самые обычные маркеры-булавочки всевозможные. А вот таких, это натуральный камень Агат Ионикс. Красота. Вообще красота. Я думаю, до пятого номера спит смело. Видите, кольца. От них так... У них такой приятный звук. Я вам передать не могу. Спасибо большое, девчата. И Женя, и Лена. Если кто-то не знаком с Евгением Вороной, девочки, я вам рекомендую познакомиться с этим мастером. Это великолепнейшие работы. Я оставлю под этим видео ссылочку на канал, на телеграм-канал Евгении. Заходите, знакомьтесь. Я думаю, что если у кого-то возникнут вопросы, Евгения с большим удовольствием вам на них ответит. И, естественно, ссылочка на Леночку Орлову также будет под этим видео. Девчата, большое-большое вам спасибо. А вам, мои дорогие зрители, в преддверии 8 марта я хочу пожелать крепкого здоровья. Поздравить вас всех с наступающим праздником крепкого здоровья, мира, добра, счастья, любви, женского счастья. Чтобы вас жизнь баловала, радовала, удачи вам, позитива вам, всего самого-самого наилучшего. Спасибо вам, что вы посмотрели это видео. Спасибо вам за ваше внимание, за ваши приятные, добрые комментарии, за то, что вы разделяете со мной. Вот такие даже радостные моменты, моменты радости от таких просто потрясающих подарков, просто потрясающих. Я вчера, знаете, я когда-то получала в подарок ножнички, просто ножнички для рукоделия, да, от одной из моих зрительниц. И для меня они очень дорогие. Они у меня не одни, у меня, конечно, есть еще ножнички, но вот они как прикипели, это которые ласточки, да, поняли? Я как прикипела к ним, они везде со мной, всегда со мной, они всегда везде, вот в коробочке, я вместе с этой коробочкой, с рукоделием, везде она со мной ходит. А другие маленькие ножнички у меня здесь в мастерской, да, и у меня вчера, я вечером, где ножнички нету, в коробочке нету, я думаю, ну все, беляш, зараза, я его убью. Он вечно, он у меня все ворует, постоянно ворует, он понял, что коробочка, это там много интересного, много вкусняшек всяких, там можно позабавиться, украсть, пока там зяву ловит хозяйка. Можно и маркеры поворовать, вообще коробочку скинуть, чтобы она открылась, и все это вообще с разбегу вот так по всему дому, и так тоже мы любим. Я думаю, ну беляш, зараза, украл ножницы, ну где, если бы он украл их, они бы упали на пол, там закатились бы под диван. Я фонариком под этим диваном, все, я перерыла, все просто, я весь дом думаю, ну может он их куда-то угнал, да, ну в зубах же он не унесет их, они металл, они тяжелые, он же кот, не собака. Мы уже все, на четвереньках со славой лазим по всему дому, и он говорит, мама, ну возьми другие, да ты не понимаешь, мне важен и дорог именно это, это подарок. Он говорит, ну купи себе другие, да купить не проблема, но это же подарок, вот так для меня, для меня это настолько дорого, я вот вам передать не могу. Для меня каждый маркер дорог, маркеры, булавочки тоже я получала в подарок от Светланы из Америки. Светлана, здравствуйте, я все берегу и дорожу этим. Ну что вы думаете, где же были ножнички? Я вспомнила, что вчера, именно вчера я вскрыла этими ножничками упаковку от подарка Евгении. Я поднялась на второй этаж, открыла подарок Евгении. Нет, нету в этом коробочке, я не всунула туда ножницы, нету, ну елки-палки. Я точно помню, что я вскрыла, положила их на журнальный столик. Ну и мы уже со Стасом, со Славой все переискали. Я уже пишу, муж во вторую смену на работу, ты не видел мои ножнички, говорю, синенькие, желтенькие. Он говорит, нет, спроси у Славы. А Слава говорит, спроси у папы, молодцы. Тут Слава открывает шкафчик, где у меня стоят швейные принадлежности, там иголки, нитки и так далее. И я вспоминаю, что следом, после того, как я вот открыла вот этот вот подарок Евгении, я пришивала Саше пуговицу на робе его рабочей. И я беру эти нитки с иголками, открываю коробочку, лежат эти ножнички. Вы не поверите, сколько было у меня счастья, что этот подарок не потерялся, понимаете? Вот, поэтому для меня дорог, вот буквально каждый подарок, ручной он работает, покупной он, неважно, просто неважно, для меня все ценно и дорого. Лен, ну ты тоже доставила мне сегодня столько радости, удовольствия и позитива. Я просто в шоке от этой красоты, от всякой, я не могу. Я сейчас, в общем, буду очень долго петь хвалебные оды. Спасибо огромное всем, дай бог вам здоровья, девчата. Пусть вам ваша доброта возвращается с торицей. Пусть все у вас будет ладно, складно в жизни, позитивно и, конечно же, мирно. Это самое главное. Я со всеми с вами прощаюсь. До скорых встреч в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok